В течение двух недель, с 13 по 24 марта, сотрудники МВД Почувашской республики проводили акцию «Сообщи, где торгуют смертью». За это время от жителей республики в полицию поступило более 50 сообщений о местах возможного хранения, употребления и распространения наркотиков и психоактивных веществ. Так, на днях, по сообщению неравнодушного горожанина, наркополицейские задержали крупного поставщика ядовитой курительной смеси. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Почувашия. В Чебоксарах сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Почувашской республики в ходе оперативных мероприятий задержали местного жителя, в автомобиле которого обнаружили почти полтора килограмма спайсов. Из этого количества можно было изготовить почти 100 тысяч пакетиков с разовой дозой смертельно опасного вещества. Что здесь делаете? Стоял, спать ложился. Спать ложился? Ночлег, что ли, вам тут? Нет, просто. Полицейские установили, что наркодилер начал свою преступную деятельность в октябре прошлого года. Работал он только с оптовыми покупателями. Мужчина наладил поставку запрещенного вещества по всему городу. Связь со своими клиентами сбытчик осуществлял через интернет. Он сообщал им адрес тайника, где заранее прятал наркотики. Потребители оплачивали товар, используя электронный кошелек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 928 прим. 1 части 5 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении фигуранта избранного меропрещения заключения под стражу. Ему в соответствии с санкцией указанной статьи предусматриваются наказания вплоть до пожизненных лишений свободы. По оперативным данным задержанный приобщил к распространению курительных смесей двоих чебоксарцев. Молодые люди работали непосредственно с уличными сбытчиками и наркопотребителями. Они также задержаны сотрудниками полиции. При обыске у одного из них обнаружен сверток, в котором тщательно были упакованы готовые к продаже дозы. Маленькие шарики с черной заметой. Дальше уже вскрывать не будем. Видите, их несколько штук здесь. Тут много их. Раз, приготовлено для того, чтобы расфасовано, скажем так. Все это расфасовано на единичные дозы. Подобные факты задержания наркозбытчиков, по информации жителей республики, не единичны. Всего за время акции «Сообщи, где торгуют смертью» было изъято свыше 300 граммов наркотических средств и возбуждено 44 уголовных дела.